Здесь сложно сказать. Я считаю, что подходит, как говорил Джо Эйнлайк, когда его спросили об итогах Великой Французской революции, он ответил, пока еще об этом рано говорить. А прошло уже 250 лет. В данном случае с Крымом прошло вообще всего ничего, поэтому в восторге по поводу того, что мы победили, мы что-то там выиграли. Я бы пока приберег бы. Надо посмотреть на последствия, что выиграли на самом деле, сколько это нам будет стоить, и не будет ли нам стоить дороже, чем то, что приобрели. Это надо все посмотреть в ближайшее время, насколько будут финансовые последствия у этой всей операции. И вообще она же может вылиться в дальнейшее продолжение, эскалации напряженности и так далее. Это тоже надо смотреть. Ну и в любом случае, я считаю, все-таки мы же еще и потеряли Украину. Надо это считать. От колов Крым мы окончательно оттолкнули Украину, потому что мы остаток Украины превратили все-таки в нашего противника. Это тоже надо учитывать. Это так же, как в карте, если ты тысячу долларов проиграл, а потом сто долларов все-таки выхватил в последний момент, то можно, конечно, говорить, что ты выиграл, поскольку показывает только последние сто долларов. Но де-факто это так, что мы Украину-то все-таки в результате событий киевских проиграли. Она перешла, ну по крайней мере сейчас, она абсолютно в русло перешла прозападной политики, причем такой антироссийской, которой никогда не было. Действительно антироссийской, как ни называть. Поэтому вот если суммируя все эти факторы, пока я никакого такого особенного выигрыша не вижу.